Кинолектории и души спасительной беседы. В Наринмар прибыл автор православного проекта «Под солнцем». Василий Яцкин считает своей миссией рассказывать людям об опасности информационной войны и способах противостоять ей. Первая встреча прошла с врачами окружной больницы. Проект «Под солнцем» — это совместная работа Министерства культуры и Православной Церкви. За 15 лет его автор Василий Яцкин объехал больше половины России, побывал в Украине и Белоруссии. Целевая аудитория — от силовиков и до воспитателей дошкольных учреждений. Тема одна — как противостоять информационной войне, пропаганде насилия и наркотиков. Способы подачи разные. С этой темой, к сожалению, сегодня надо знакомить всех, ибо люди не знакомы. Не понимают, что когда-то наши предки победили фашистов, которые видели, откуда идут танки, ракеты, прет оружие. А сейчас враг развеян во всем информационном поле. То есть дети вдруг через мультики, компьютерные игры, фильмы, социальные сети, даже порой суицидальные, сходят с ума, взрезают себе вены, настроены на антисемейные ценности, разводы. Огромное количество у нас, к сожалению, виртуально зависимых детей. Сегодня Василий Яцкин через фильм своей матери «Врач последней надежды», известной актрисой Галины Яцкиной, размышляет вместе с огружными медиками о человеческих страданиях и милосердии. Кроме того, они подарили нам этот фильм, который мы надеемся, что мы разместим на наших информационных ресурсах, чтобы его посмотрели на отдаленных амбулаториях и ФАПах, куда нет возможности доехать и поговорить на тему милосердия, православия, души. В Ненинский округ Василий приехал по приглашению настоятеля Богоявленского кафедрального собора Владыки Иакова. Это второй визит в Нарьинмар. Тогда удалось провести встречи среди сотрудников силовых структур в прокуратуре на пограничных заставах. Пять целевых аудиторий, на которые обращают внимание, это, конечно, военные, священники, судьи, учителя и врачи. Это те профессии, в принципе, которые были у самого нашего Бога. Только кроме воина. Господь Иисус Христос наш был и учителем, и священником, и судьей, и врачом. Мы знаем много случаев, когда он исцелял. Поэтому мы, в принципе, работаем в этом направлении. В этот раз запланированы лектории с врачами, учителями и студентами. Ольга Русул, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.